Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Я разговаривала, и я помню только, как на меня летел фургон. Ну вот, пожалуйста. Я всегда говорил, что деньги опасны для общества. Теперь мужика посадят, хоть он не виноват. Ты, небось, умер за свой длинный язык? Нет. Мозе умер от рук врачей. Он так говорит. Я покончил жизнь самоубийством. Сделал это в своей комнате. А при чем тут врачи? Да при том, что они врали мне. Они давали мне надежду. Когда мне было 10 лет, мою мать убили на моих глазах. После этого шока я перестал разговаривать, я стал немым. И да, ты права. Я умер из-за своего языка. Из-за того, что он не издавал никаких звуков. Знаешь, только так. А в детстве я любила танцевать. Я очень много танцевала. Могла сутками без остановки. А когда стала подростком, посчитала это детской забавой. И поступила на журналистику. Считала это круто работой для общества. Видимо, ошиблась. И теперь мне приходится писать ложь, приукрашивать пустяки. А ведь есть люди, которые все еще верят в прессе. Я отказалась от своей мечты. Честно говоря, испугалась. И теперь я делаю то, что ненавижу. Делала. У меня рак. А я хотел стать актером. Но время немого кино давно прошло. И такой вот я был никому не нужен. А ты пробовал? Нет. А я при жизни был таким тихим и незаметным. Я не мог начать разговор с кем-либо. У меня тоже была мечта. Я мечтал быть диджеем на радио. У меня была страсть к этой профессии. Возможно, это как-то связано было с моими комплексами. Ведь там я мог бы найти друзей или слушателей. А в 17 лет я попробовал наркотики. Сначала все было классно. А потом жизнь пошла под откос. Я продал все, что мог, ради новой дозы. А потом меня нашли с пеной во рту. Так, Канна, а о чем ты мечтала? Интересно, если перед ней сейчас голый мужик пройдет, она отреагирует? Я была разносторонней личностью. Одно время увлекалась религией. Перечитала кучу книг на эту тему. Потом хотела стать археологом. Хотела перекопать всю улицу около дома. Ну, ни чтение, ни желание перевернуть весь город не приносили мне дохода. Так я стала продавцом в антикварном магазине. А потом смирилась, что ничего особенного уже не будет. Но если все вдруг решили устроить здесь вечер откровений, то, пожалуй, и я выскажусь. Выпущу пар. В детстве я мечтал стать путешественником. Я мечтал объездить все города мира. Посетить все страны. А еще я был тощим, и меня вечно отразнили. И в один момент это все так надоело. Я подрался с мальчишкой из параллельного класса. Он побил меня без всяких усилий. А потом еще и ушел с девушкой, которая мне нравилась. Тут я понял то, что надо осовершенствоваться. Я записался в тренажерку. Рост мышц для меня стал, как наркотик для Армана. Затем я устроился в охрану. Ну, знаете, клубы, эти мажоры, тусовки, криминал. А умер я всего лишь от того, что был не в том месте, не в то время. Меня просто застрелили при ограблении магазина. А как же моя детская мечта? Так и осталась мечтой? Я про нее как-то и забыл. Она Осталась за детской обидой. Так получается. За сильной грудой мышц Живет маленький, обиженный мальчик. Ответленно любовью. Ты уже всех достал! Тише, тише. Я не хочу, чтобы ты превращался в Халка. У нас нет запасных трусов. Да ты! Только успокойтесь! Лучше давайте подумаем, где мы находимся. Где мы находимся? Черт его знает, где мы находимся. Еще один день с ним, я не выдержу. Надо искать выход. Может, по всем отдал. Это точно не аж. А что тогда? Ты же у нас много читала. Давай говори. Я не знаю. Говори! Я не знаю. Говори! Я не знаю! Говори! Я не знаю! Говори! Я не знаю! Может, меня начисли? Я знаю, меня начисли. Говори! Я не знаю! Субтитры сделал DimaTorzok